МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность сама складывает картину дня в студии Максим Бажанов. Смотрите сегодня в программе. Пропуск талых вод. Проводим размораживание коллекторов, если есть такие проблемы, для обеспечения водопропускания талых вод с проезжей части. Ульяновск активно готовится к весне. С возвращением Крым. Я их поздравляю, здоровья всем желаю, благополучия. Ну и чтобы мирное небо было насильным. Годовщина исторической справедливости. Творчеству нет преград. Тема была космос. У меня сразу в голове возникла мысль нарисовать Землю и Луну. Ну а потом как-то пришла идея оживить. Картины ульяновцев попадут в третью копку. До плюсовой весны осталось чуть меньше недели. Уже в понедельник синоптики прогнозируют солнце и 3 градуса тепла. Для жителей региона радость, коммунальным службам призыв всерьез взяться за снег. Угрозы паводка, забитые ливневые канализации, горы белых осадков по всему городу. Снегоуборку усилили во всех районах областного центра. Подробности далее. Спасибо этим людям в оранжевых жилетах. В первую очередь скажут автомобилисты. Ливневая канализация должна заработать к моменту активного снеготаяния. Крепким ломом и крепкой струей воды пробиваются заторы в сточных приемниках. Вместе с этим проводится и другая работа. Снежные барханы активно разбиваются и рыхлятся. Задача ускорить таяние сейчас, чтобы не допустить обильного и избежать подтоплений. Проводим размораживание коллекторов, если есть такие проблемы, для обеспечения водопропускания талых вод с проезжей части. Тут же и водоканал, но уже с другой задачей. С 1 марта его специалисты прокладывают самотечный коллектор в Заложском районе Ульяновска для бесперебойной работы системы водоотведения 8-го квартала нового города. Мы подошли к переврезке с действующим коллектором. Параллельно ведутся работы по засыпке котлована и размывке и очистке канализационных колодцев. В работе задействованы 7 единиц спецтехники и 2 бригады Ульяновского водоканала. Погода позволяет активно продолжать ямочный ремонт, разобраться с аварийными участками и обеспечить безопасность дорожного движения. Временно до того момента, когда можно будет начинать серьезные ремонтные работы. Пока что дорожники прошли улицы Орлова, Марата, Красногвардейскую и Радищева, а также Можайского и второй проезд инженерный. А на мостовой вторую неделю тракторы расчищают водоотводные каналы. Снег копают, рыхлят и вывозят на полигон. Делают все, чтобы населенный пункт с приходом плюсовых температур не ушел под воду. На сегодняшний день из 2196 метров водоотводных каналов расчищено 1980. Сегодня также мы посчитали расчищено и промыто 6 переходов и 23 трубы было промыто гуками горячей водой. До тепла успевают. Все работы планируют закончить на следующей неделе. А если погода преподнесет сюрприз, спасатели рядом. День и ночь на местности дежурит бригада МЧС. Ежедневно задействованы более 100 единиц техники, а также более 600 человек личного состава. Стоит отметить, силы спасателей сконцентрированы не только на мостовой слободе. Личный состав бдит за безопасностью сразу 16 населенных пунктов. Сергей Морозов в Москве провел встречу с членами Совета Федерации, на которой обсуждалось исполнение постановления Салфеда о господдержке социально-экономического развития Ульяновской области. По оценке сенаторов, наш регион достаточно эффективно использует этот инструмент. Более детальное обсуждение намечено на время визита представителей Совета на Ульяновскую землю. Планируется, что полный отчет об успешном опыте работы с механизмами, прописанными в постановлении, представят на федеральном уровне уже в апреле. Ульяновской области при поддержке Совета Федерации удалось получить субсидии на реализацию сразу нескольких крупных инициатив. Напомню, что это строительство второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу, строительство детского инфекционного корпуса, строительство школы на 1100 мест в Димитровграде, строительство нового корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Акшуат. Не менее важны вопросы расчистки нефтяного загрязнения на территории парка Виновская роща и рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в районе села Красный Яр. Для привлечения федерального финансирования нам удалось передать в федеральную собственность трассу Ульяновск-Димитровград-Самара и включить строительство обхода Димитровграда в федеральный план. Прошлый год стал серьезным испытанием на прочность не только для здравоохранения и бизнеса. Каждая отрасль испытала удар пандемии. При этом специалисты во всех сферах искали возможности не сдавать позиции. В региональном парламенте продолжают разбирать итоги работы министерств на заседаниях профильных комитетов. Накануне перед депутатами выступили руководители Министерств природы и АПК. Все ли из задуманного удалось выполнить и какие оценки депутаты поставили чиновникам? Расскажем далее. Наиболее устойчивая отрасль экономики так охарактеризовал подведомственную сферу региональный министр АПК Михаил Семенкин. В 2020-м удалось не только устоять под натиском пандемии, но и выдать высокий качественный результат. Мы прошли достаточно успешно и пассивную, и уборочную кампанию. Вы знаете, уже наверняка слышали о том, что мы собрали рекордный исторический урожай зерновых и зерновых культур – 2 миллиона тонн зерна. Мы также получили второй рекорд после 2019 года – это по масляничным культурам. Наиболее тяжелый удар приняла торговля. Но в итоге продукция нашла своего покупателя, а производители получили поддержку около 4 миллиардов рублей. С другой стороны, обсуждение вопроса продовольственной безопасности споткнулось о повышении цен на базовые продукты. Затронуты не только рыночные отношения, это прямо влияет на экономику и социальную защищенность населения. Когда действительно рост цен на продукты питания превышает разумные пределы, допустимые нормы, и не соответствует, допустим, целевым указаниям федерального центра, и региональные сети все равно повышают эти цены, и человек приходит в магазин и видит цену, не соответствующую заявленным условиям, конечно, вопрос эмоциональный. Экономические условия повысили интерес населения к садоводству и огородничеству. Профильное министерство готово стимулировать развитие СНТ, но также необходимо создать благоприятные экологические условия для выращивания дачных культур. В первую очередь повысить качество водоснабжения участков. В этом году завершится разработка документации по расчистке Юрманского залива, которая начнется в 2022-м. Здоровье воды – один из важнейших аспектов нацпроекта «Экология». И здесь, помимо планов на год текущий, есть итоги за год минувший. Нами проведена работа по лесовосстановлению территории Ульяновской области и по информации Министерства природных ресурсов. Мы перевыполнили показатели национального проекта более чем на 120%, и мы стали первыми среди субъектов Приволжского федерального округа. Не обошлось без замечаний. Депутаты комитета высказали сомнение в статусе «особо охраняемая природная территория» при наличии на ней незаконной вырубки. У меня пожелание. Я, может быть, пойду в разрез каким-то вашим правовым актам. Но вот еще раз говорю, вот само название «особо охраняемое». Все-таки я бы считал, что, может быть, их уменьшить количество, а чтобы они были настоящими, особо охраняемыми. Сохранение природных ресурсов – задача приоритетная, но весьма масштабная. Предстоит закрыть проблемные вопросы, копившиеся десятилетиями. Объективно, ресурсов не хватает на все и сразу. Однако намеченные показатели требуют не только отчетности, но и качества их достижения. Российские и белорусские десантники на полигоне в Поливно приступили к совместным учениям подразделений миротворческого контингента. Личный состав выдвинулся в намеченный район, организовал оборону, разведку, контроль за территорией. После чего военные двух стран перешли к организации миротворческой операции в условиях сопротивления со стороны разрозненных группировок незаконных вооруженных формирований. Подробности далее. Локальный конфликт. Сегодня этот термин на слуху и на виду. Мир погряз в разногласиях. Вчерашние соседи волком смотрят друг на друга, чуть что готовые схватиться за оружие. Гарантом мира в таких случаях выступает миротворческий контингент. Россия и Белоруссия готовы прийти туда, где нужна мирная, но вооруженная помощь. Стать между сторонами конфликта – вот основная задача участников учений в Поливно. По легенде, в местах недавних ожесточенных боев все еще действуют вооруженные банды как с одной, так и с другой стороны. При этом здесь же находятся потенциально опасные объекты – брошенные военные базы и районы проживания вынужденных переселенцев. Первым делом разведка. В небо поднимается Т-28 «Элерон-3» – беспилотник, способный активно работать на высотах от 200 до 5000 метров. Предназначен для проведения воздушной разведки, огневых средств живой силы противника, вплоть до отдельной единицы, проведения разведки местности, а также для сопровождения патрулей и гуманитарных колонок. Для контроля за соблюдением режима прекращения огня местность постоянно патрулируется. Если нужно, вызываются мобильные взводы, готовые прибыть в указанную точку моментально-оперативно. Общая задача – не допустить возобновления военных действий, искать, блокировать и разоружать банды, а в случае сопротивления – уничтожать технику и живую силу противника. Высадились, заняли круговую оборону вокруг вертолета и ждали прохода миротворческих сил в район, выполнили задачу. Отрабатывается и наземное патрулирование, и сопровождение гуманитарных колонн. Марш прикрывает броня. Техника российского производства легко чувствует себя в самых сложных условиях – от жгучих пустынь до лютого мороза. Важный момент – миротворческая операция – охрана потенциально опасных объектов. Тактика этих действий также отработана совместно российской и белорусской сторонами. Есть такой момент, что гражданский персонал знает, какой объект здесь находится. Им интересно, они хотят чем-то завладеть. И чтобы у них этого не получилось, мы здесь находимся. Активная фаза учений завершится 19 марта. Участие в них принимают 500 российских военнослужащих и более 80 десантников из Белоруссии. С неба действия десанта обеспечивают и прикрывают вертолеты, а на земле поддерживают около сотни единиц боевой и специальной техники. Семь лет назад, 18 марта 2014 года, Российская Федерация и Республика Крым пописали договор о вхождении полуострова в состав России. Вопреки протестам ряда западных политиков, жители нашей страны восприняли это событие как долгожданное воссоединение. Каждый год Россия отмечает Крымскую весну. Время подвести итоги работы, которой немало. Интеграция нового субъекта в экономическую, финансовую, правовую системы. Возвращение Крыма – это еще и крупное культурное событие, которое само по себе дало огромный простор для творчества. Очередная годовщина исторического события прямо сейчас в нашем эфире. В истории России и в произведениях классиков русской живописи «Крымский полуостров, жемчужина, Черного моря, драгоценная и манящая» в состав Российской империи вошел в 1873 году. Правила державы в то время просвещенная монархиня Екатерина Великая. Событие нашло отклик в творчестве Дмитрия Левицкого. Его полотно находится в экспозиции Ульяновского художественного музея. Екатерина изображена как победительница. Обратим внимание на лавровые ветви, которые увивают меч в ножнах, а также венчают голову императрицы. Меч в ножнах указывает на территорию крымских земель, над которыми зашла двойная радуга. Это говорит о процветании и благополучии. Еще одно полотно, посвященное Черноморскому полуострову, кисти всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского. Визитная карточка художника Бурину. Вечер на море тих и спокоен. Возвращение в родную гавань. Так говорят сегодня о событиях семилетней давности. Годовщина воссоединения отмечается по всей стране. Слова поздравления произносят и наши земляки. Влюбите от Ульяновца поздравления. Давайте жить в мире и дружбе. И согласии. Очень рада, что присоединились. Очень рада. В общем-то, все там наши люди, так скажем. И родственников там много. Я их поздравляю. Здоровья всем желаю. Благополучия. Ну и чтобы мирное небо было насильным. Дорогие уважаемые крымчане, мы всегда, россияне, будем помнить о том подвиге, во-первых, который совершили жители Севастополя в годы Великой Отечественной войны, моряки Черноморского флота. И я вам желаю и от себя лично, и от своих друзей из боевого братства успехов, здоровья, самое главное, победы над коронавирусом и победы над всеми врагами нашими. От всей души поздравляю всех крымчан и желаю им здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Конечно, желаем развития Крыма. Крым – это наша законная, исконная территория. В боях была, много раз освобождалась. Так что успехов им, благополучия, чтобы с водой у них было все хорошо. Исполнение всего, что захотели и дальнейшего процветания на благо нам. Мы Крым любим. В Димитровграде проезд в общественном транспорте может подорожать на 6 рублей. Местные перевозчики направили письменное обращение в муниципалитет о необходимости повышения стоимости проезда. Глава города Богдан Павленко с руководителями автотранспортных предприятий пока не встречался, но уже высказал свое мнение по этому поводу в общении с местными депутатами. Наши коллеги с телеканала «Димград-24» узнали мнение граждан и водителей о грозящих переменах. Общественный транспорт Димитровграда целиком принадлежит частным перевозчикам. Поэтому тарифы на проезд регулируются ими самостоятельно. Конечно, перед тем, как поднять стоимость проезда, они должны оповестить об этом муниципальную власть. Вчера действительно на встрече с депутатами Богдан Сергеевич Павленко озвучил, что от перевозчиков получено уведомление о том, что они планируют поднять нерегулированные тарифы до 29 рублей. Позиция администрации в этом отношении такова, что глава города вчера свою позицию также озвучил против повышения до 29 рублей, как предложили перевозчики. Судя по всему, повышение стоимости проезда в общественном транспорте все же будет. В лучшем случае это будет не скачок сразу на 6 рублей, а несколько меньшая сумма. Перевозчики требований о повышении проезда аргументируют ростом цен на топливо и запасные части. По словам водителей городского транспорта, сами работники о возможном повышении еще не знают. Да ну нежелательно бы. Почему? Ну почему? Пассажиропоток упадет, это влияет на зарплату на нашу. А какой выход вы видите из ситуации, потому что газ подорожал, в основном на газу уже ездите. Зарплату надо прибавлять, пенсию. Последний раз проезд в димитровградских автобусах дорожал в 2019 году. Тогда стоимость поднялась с 20 до 23 рублей. И тогда и сейчас многим пассажирам это бьет по карману. Хотя мнения на этот счет у димитровградцев разные. Ну я пенсионерка, как вы думаете, тем более у меня нет льгот. Вот, конечно, для меня это будет уже тяжеловато. А сейчас речь идет о 29 рублях за проезд. А какая разница? Сейчас повысят на транспорт, везде повысят. Значит, на хлеб повысят и на все продукты будет повышение. Дочка, я как бы пенсионер регионального, у меня бесплатный проезд. Меня как бы не колышет повышение есть или нет ли. Мы уже к этому все привыкли. Я крайне редко пользуюсь автобусом, не знаю. Я на машине езжу. Для тех же, кто постоянно пользуется услугами общественного транспорта, по самым скромным подсчетам, затраты в месяц возрастут на несколько сотен рублей. По словам чиновников, в ближайшее время состоится встреча руководства администрации города и перевозчиков, на которой и будет принято окончательное решение, когда и на сколько возрастут тарифы на проезд в общественном транспорте. С 5 апреля в столице региона начнутся масштабные работы по приведению города к чистоте. 24 и 30 апреля, а также 14 и 28 мая Ульяновск ждут массовые субботники. Первоочередная задача – очистка дорог, тротуаров, газонов, скверов и парков. Запланирована высадка деревьев и кустарников. В благоустройстве традиционно участвуют сотрудники городской и районных администраций, муниципальных предприятий и управляющих компаний, а также активные жители города. Далее коротко о других интересных событиях из жизни региона. Областная прокуратура направила в арбитраж исковое заявление о признании недействительным одного из пунктов контракта между муниципальным учреждением и подрядной организацией. В документе шла речь о работах по ремонту дорожного полотна в Заволжском районе Ульяновска. Надзорное ведомство обратило внимание на гарантийный срок на весь комплекс работ – один год. В итоге, не дожидаясь решения суда, фирма и город, установили новые – 6 лет гарантий на асфальтовое, 8 – на бетонное покрытие, 10 лет на дорожные знаки и 25 – на опоры освещения. Транспортная прокуратура определила причину схода 16 февраля железнодорожных вагонов на улице Локомотивной. Состав из четырех платформ попал в ЧП, выезжая из территории моторного завода, став жертвой нерасторопности сервисной службы. Вовремя неубранный снег и налец привели к неприятным последствиям, на несколько часов перекрыв движение автотранспорта. В результате схода три вагона и участок путей получили повреждения. Транспортный прокурор внес представление гендиректору общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-сервис Путьмаш». В Дальнем Засвияжье на улице Промышленной после ремонта открылся участковый пункт полиции. Здесь сделан косметический ремонт, обновлены системы электроснабжения и отопления. Опорный пункт оборудован современными средствами связи, офисной и компьютерной техникой, необходимой мебелью, информационными стендами. Отныне этот пункт полиции сможет обслуживать жителей 70 близлежащих домов. Социальная справедливость глазами людей. Форум в Ульяновске затронул проблемы сразу нескольких важных направлений. Социальной поддержки медицинских работников, образования и здравоохранения. Все они тесно переплетены между собой. Без должного образования нет качественной медицины. Без соцподдержки нет новых кадров. Экспертам и общественности есть что обсудить. Выступают молодые специалисты, которые вносят свои предложения по поводу поддержки молодых специалистов. Выступают ветераны отрасли, выступают представители медицинской палаты. И все предложения будут внесены в решение этого совещания и воплощены в жизнь. Самоотверженное рвение лечить людей и спасать жизни – главное, что манит молодых специалистов в профессию. Но и высокая зарплата и возможность дальнейшего профессионального совершенствования играют свою роль. Молодые специалисты тянутся к ознаниям, в принципе, готовы осваивать. Им просто надо немножко дать зеленый свет от более старших коллег, товарищей, опять же, от руководителей наших учреждений. Наши молодые врачи приходят, они хорошие, они стремятся. Те, кто не хочет работать, он не задерживается в медицине. Дабы сделать медицинскую отрасль более привлекательной, особенно для молодых специалистов, и, конечно же, привлечь как можно больше новых кадров, да и в целом закрепить престиж профессии, в Ульяновской области планируют принять закон о статусе медицинского работника. Медработникам, которые добровольно решат пройти специальные собеседования и оценочные процедуры, присвоят статус «Ульяновский врач». А это не только гордость, но еще и явно не лишние 5000 рублей в месяц. Плюс возможность участвовать в конкурсах на предоставление грантов для прохождения стажировок в образовательных медицинских учреждениях, на территории страны и даже за ее пределами. Впервые в Российской Федерации разрабатывается такой закон о статусе медицинского работника. Инициатива принадлежит нашему губернатору, который посчитал, что статус должен быть определен и определен очень конкретно и четко. Это и вопросы предоставления жилья, и вопросы материального стимулирования. Победитель конкурсного отбора по гранту может получить до 150 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предусматривает компенсацию затрат на проезд к месту восстановления после перенесенного заболевания. Практически во всех медучреждениях сегодня действует система наставничества, чтобы молодые специалисты могли быстрее освоиться и приобрести практические навыки. Приходя к нам на работу, молодой специалист, ему, конечно, эмоционально тяжело работать в нашем отделении, потому что больные у нас очень тяжелые, ослабленные, и требуется индивидуальный подход к ним, и уход тоже за ними, и сложные манипуляции приходится выполнять. Поэтому здесь наставник и коллектив как первые помощники молодому специалисту. Плюсом в регионе продолжают действовать такие меры социальной поддержки медицинских работников, как программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также региональная программа «Земская медицинская сестра». Благодаря проектам за время их существования уже удалось трудоустроить больше 450 врачей различных специальностей и 49 медработников, имеющих среднее медицинское образование. Павел Патриков, Бухтияр Салтанов, репортер 73. Президентские единовременные выплаты до Нового года получили 13 миллионов родителей или 90% тех, кто имеет право на получение льгот. Это семьи, где воспитываются дети до 7 лет. Те, кто по каким-либо причинам не успел оформить пособие или ребенок родился только в этом году, еще могут успеть получить положенные законом деньги. Маргарита Матюшинская продолжит. 5 тысяч рублей и всего две недели на оформление. Льгота для семей, где воспитываются дети до 7 лет, до сих пор действует. Это не новая выплата. Большинство жителей Ульяновской области получили деньги еще до Нового года. Но тем не менее, если в семье ребенок родился в этом году, в январе, феврале или марте, то родители либо опекуны также могут получить 5 тысяч. Что нужно для этого сделать? Но родителям нужно зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС и подать заявление через портал госуслуг до конца месяца. Опекунам необходимо обратиться в пенсионный фонд с документами личных также до 31 числа. Более 106 тысяч ульяновских семей уже получили выплаты. Новые заявления будут рассматриваться до пяти рабочих дней. Еще три дня займет перечисление денег. Главное при оформлении не допустить ошибок. Внимательно проверять все данные. Одна неверно введенная цифра может лишить родителей финансовой помощи. Заявление на выплату в 5 тысяч рублей россияне могут оформить до 1 апреля этого года. Это те, кто ее еще не получил. Родители, дети которых родились в 2021 году, также могут рассчитывать на это пособие. Елена Чуткасова домохозяйка. На работу после декрета не выходила. Муж хоть и работал в пандемии, но семья тоже испытала финансовый дискомфорт в непростые времена. Под спорьем стали выплаты. Сначала 10, потом и 5 тысяч рублей. Последнюю льготу перечислили автоматически. Заполнять документы не потребовалось. Деньги пришлись к стати. Разностороннего четырехлетнего Егора, который увлекается машинами и любит читать, порадовали новыми полезными игрушками. Как раз мы их и потратили на ребенка, на развивающие игрушки, на одежду для него, на развивающие занятия. Подробную информацию об оформлении единовременного пособия можно найти на официальном сайте пенсионного фонда. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Второй год в ПФО проходит фестиваль «Театральное при Волжье». В этом году студии «Улака Морья» юные актеры из Ульяновска и их педагог Кристина Сабирова сумели доказать, что они лучшие, пройти региональный тур и триумфально добраться до окружного этапа. Подробности у Ярослава Щедрова. На региональном финальном этапе мы отсматриваем все постановки, которые к нам приходят с области, с образовательных организаций нашей Ульяновской области. Их порядка 15-20 коллективов, которые у нас выходят в финальный этап. И уже в дальнейшем мы выбираем лучший детский спектакль, лучшего актера, лучшую актрису и лучшую режиссерскую работу. 12-16-летние подростки из театральной студии «Улака Морья» с одинаковой кажущейся легкостью осваивают любой драматургический материал. Будь это трагическая история защитников Брестской крепости в списках не значился по одноименной повести Бориса Васильева, или воздушный и полный юмора и иронии изящный французский водевиль Великого Бомарше. Это очень много для меня значит, мне это интересно, и я всегда к этому серьезно готовлюсь. И я не могу подвести свою команду в свою театральную студию. И если мы куда-то едем как-то выступать, готовиться, то это очень серьезное и важное событие. Теперь спектакль «В списках не значился» ждет серьезное испытание на окружном этапе театрального привожья. И пусть снова в онлайн формате. Волнение ребятам в финале 27 марта в Международный день театра предстоит нешуточное. В списках не значился у героев Брестской крепости. Это настолько серьезно, настолько ответственно было для наших детей. И они, конечно, очень старались. И могу сказать, что получилось. Получилось, но претенденты очень серьезные. Очень серьезные спектакли. И в других регионах есть очень хорошие. Но достойно выступили, достойно представили наш регион. И это здорово. Почивать на лаврах некогда. Лукоморцы готовят премьеру «Женебы Фигаро», где классика будет лихо перемешана с современностью. А на смену мазуркам и минуэтам приходят модные хип-хоп-ритмы. Ощущения очень такие непредсказуемые, очень амплитудные. То туда, то сюда прыгают. Ничего не понятно. Но мы готовимся. Я думаю, у нас все получится. Потому что мы уже год ставим этот спектакль серьезно. К этому подходим. И не теряемся в этом. И, вероятно, это новая заявка на победу в театральном привожье. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Тройная W. Репортер 73.TV. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин